Это утро в Петербурге, до Нового года остаётся 4 дня, уже совсем скоро нас ждут незабываемые волшебные моменты. Уверены, что ёлку вы уже нарядили, подарки выбрали, меню продумали и 31 января планируете приступить к приготовлению 31 декабря. Приготовлению традиционных новогодних салатов. А есть их уже до 31 января. Ну как обычно мы это делаем, Миша? Ну не салатами едиными, всё-таки во многих странах, например, существует традиция ставить на новогодний стол ароматную выпечку и даже праздничные десерты. И сегодня у нас в студии шоу-кондитер, мировой рекордсмен Татьяна Харченко, которая расскажет нам о том, что же такое шоу-торт и как быстро превратить обычные капкейки в новогодние. Татьяна, доброе утро! Здравствуйте, Татьяна! Доброе утро, доброе утро, уважаемые телезрители! Ну давайте начнём с простого, а сладкое оставим на десерт. Пардон за каламбур. Да у нас тут всё вроде очень сладкое. Из того, что просто я хотела обратить внимание, кто будет покупать формы и дома выпекать обязательно вот с таким жёстким бортиком, потому что другие формы без такого бортика, их нужно ещё куда-то вставлять. А эти можно сразу поставить на противень, выпекать, положить туда начинку. Ну, а дальше, что мы сделали? Прекрасно. Крем я положила сверху, и ножом можно снимать такими смахивающими движениями. Всё лишнее. Остаточки, да, всё лишнее. Зачем там вот эти кондитерские... А сейчас мы будем украшать этот крем, и я предложу несколько вариантов новогоднего декора. Давайте. Первый у нас будет шапочка, вы тоже можете взять себе капкейк. Любого цвета? В принципе, любого. Да, давайте я зелёненький, вот как ёлочка. Давайте зелёненький, давайте. Вообще, сейчас мы будем делать шапочку. Давайте к зелёненькому ещё вернёмся. Давайте сделаем сначала беленький. Я хочу сказать, что вот мы давим по кругу, делаем вот такую вот опушку. Вы можете сделать тоже, да, зелёненькую. Что я дальше хочу использовать? Вместо снега, чтобы получилась красивая опушка, можно использовать кокосовую стружку. О, отличная идея. Мы можем вот так вот посыпать кокосовой стружкой. Также есть такое вещество чудесное, называется изомальт. Это кондитерский сахарозаменитель. Это как карамель, он плавится, да, и он имеет круглые гранулы, что делает его очень похожим на снег. А, и на снег тоже. На снег, да, это прямо чудесная имитация снега. Простите, Татьяна, как поместить вот этот крем, например, в кондитерский мешок? Да, мы знаем, что с ним тоже всё непросто. Сначала нужно отрезать мешок, сделать надрез, вставить туда насадку, плотно натянуть мешок. Дальше мешок надо чуть-чуть вывернуть и поставить в стакан. Так удобнее будет класть внутрь крем. Отличный лайфхак, да, спасибо большое. Стакан, прямо вставить мешок и вот так вот на края стаканчика вывернуть. Давайте сделаем шапочку. Да, 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 и завязать, плотно держим. И вертикально всегда отсаживаем крем, начинаем давить. Сейчас я вам дам тоже мешочек. Да, можно мне тоже красненького. Вот такую вот шапочку. Шапочку, да. Для красоты, кстати, есть вот такие вот блёстки кондитерские. Они тоже съедобные. Вот смотрите, какая получается красота. А это что, что это я пропустил? Кондитерский блёсток. Это блеск, и он абсолютно съедобный. И мне кажется, нужно шапочке пумпончик. Пумпончик, а мне, знаете, что... Можно отсадить белым кремом, а можно использовать конфетку уже готовую. А, прекрасно. А у меня тут вот, смотрите, какие-то ещё бантики, какие-то шарики. А можно я вот, вы шапочку сделали, а я бантик себе. Можно ли? Да, возьмите бантик. А я ещё бантики оставила для того, чтобы сделать веночек. Сейчас мы поставим. Я тоже хочу зелёненький, поскольку контрастно будет красивее смотреться. Капкейк. А вишенку, вишенку на торт можно положить? Давайте я теперь возьму красный. Насадка-звезда. Самый популярный. Это круглая насадка и насадка-звезда. Вот та, которой вы пользовались. Очень универсальная. И можно сделать небольшие, вот такие вот, по кругу. Ага, цветочки, звёздочки. Да, и это будет у нас венок. Это будет как рождественский венок. Рождественский венок, который можно украсить вот такими шариками. Я бы посыпала тоже снегом. А я хочу туда бантик как раз положить. Бантик и вот эти бусины. Это взорванный рис в глазури. Есть специальные бусины, которые легко раскусываются. Красота. И предлагаю разместить. Ну, мало того, что это красиво, это же ещё и очень вкусно. Очень. Татьяна, ну мы знаем, что вы занимаетесь, помимо прочего, выпечкой шоу тортов. Расскажите, что это такое и чем это отличается от обычного торта. А вон я вижу шоу торт. Он уже присутствует в нашей студии. Да, хочется потихонечку переходить уже к нему. Да, перейдём. Сейчас мы покажем, что у нас получилось. Какой у нас веночек получился. Казалось бы, да, так просто. И это так быстро. И быстро, и безумно красиво, и мы уверены, точно вкусно. Шоу торты – это настоящая магия. Смотрите, ещё давайте покажем, что мы можем сделать. Ёлочку. Всё, это последнее. Да, последнее украшение. Давайте перейдём к тому сладкому, что мы оставили на десерт. Я имею в виду вот этот вот чудесный торт. Мы просим вас, пожалуйста, переходите к этому своему великолепию. Ну, расскажите же вы, кондитер со стажем, как вообще, с чего началась в вашей жизни выпечка таких вот шоу тортов? Как вы вообще это делаете? С рождения ребёнка. На самом деле, вся сладкая магия, она посвящена детям, и хочется радовать безумно наших детишек, чтобы они улыбались. Но, как оказалось, взрослые – это тоже просто подросшие дети. И поэтому они тоже любят шоу торт и кричат «Вау!», когда видят. Если все кричат «Вау!», значит, вы сделали шоу торт. Что это такое? Необычная конструкция. Антигравитация, да? То есть непонятно, как это всё держится. Ярусы нестандартных форм. Левитация, я сказала. Да. Что-то движущиеся элементы у нас все собрались. В нашей студии магия началась уже сейчас. И буквально вот я предлагаю вам взять нож, и давайте на глазах у изумлённой публики мы разрежем эту красоту. Так, какой нож нам понадобится? Смотрите, у нас тут два. Давайте начнём с большого. Я предлагаю разрезать верхний ярус. Давайте. Для каждого яруса я взяла отдельный нож. Можно тарелочку мне помочь держать. Тарелочку, да? Я просто, да-да-да. Отрежу, мы покажем, что торт съедобный. Давайте, давайте, давайте. Сейчас я ее поддерживаю. Это сейчас у нас тут просто настоящее волшебство в прямом эфире происходит. Чтобы мы показали, что там настоящий торт. Причём, смотрите, со сложными начинками. Это морковный бисквит, мой любимый. Он очень ароматный, со специями. Пахнет волшебно, это правда. Посмотрите, а купол тоже съедобный, на котором написано «Circus»? Всё отделано съедобными материалами, но не всё является съедобным частью торта. Даже торт-шар можно сделать съедобным, но здесь это в данном случае часть конструкции. Что ещё мы можем отрезать от этого торта? Минь, ты можешь пока угоститься. Можно я? А, спасибо. Так, передам. Давайте, другой ножик нам нужен теперь. Да, конечно. Будем ещё дегустировать, наверное. Так. Так, ну что, шатёр, шоу, мозгу вон. Конечно, я поверну задней стороной, чтобы вы посмотрели, что торт со всех сторон прекрасен. Да, он действительно великолепен. Не хватает только музыкального сопровождения, что-нибудь вроде. Давайте я немножко создам это праздничное настроение. Татьяна, ну расскажите, как вообще это всё создаётся? Вы какие-то чертежи? Это обязательно чертежи. Сначала самое первое — это идея, конечно. Самое главное — это идея, что делать. А потом уже думаем, как. Груша-карамель — потрясающе вкусный разрез, тоже ароматный. Пахнет волшебно, выглядит потрясающе. Можно взять вилочку и маленький кусочек продегустировать. Можно я это сделаю? Не могу отказать себе в удовольствии. Спасибо вам огромное. Это волшебно во всех отношениях. Спасибо вам большое за это. Ну вот такой торт — мечта любого юбиляра.